С начала ноября в силу вступают несколько законов. Так, граждане теперь могут изменить условия кредита из-за коронавируса. Центробанк рекомендовал удовлетворять заявления физических лиц о смягчении условий кредита или займа, если доход заемщика не позволяет ему исполнять обязательства. Для этого с 1 ноября по 31 декабря 2021 года нужно предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это касается тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят. На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые. В Радужном завершают первый этап благоустройства сквера имени Виктора Ивановича Муравленко. На объекте уже состоялась предварительная общественная приемка. Территорию тщательно осмотрели, оценили качество выполненных работ и, конечно, поговорили о том, что предстоит сделать в будущем. Стоит отметить, что к работам в сквере подошли очень аккуратно. Ни одно из растущих деревьев не было повреждено. Самая сложная работа уже сделана. Строителям осталось установить скамейки и устранить незначительные недоработки. Второй этап благоустройства состоится уже в 2022 году. Все работы обещают завершить к сентябрю. Это земляные работы по выравниванию грунта. Второе – это установка дренажных систем у нас. Ну, все жители города в курсе того, что это место постоянно подтапливается по весне, по осень. Вот, установили дренажные системы и замостили наши тротуары. Установили монолитный пандус для маломобильных групп населения, для мам с колясками. И также подготовили две площадки, которые в следующем году будут покрыты резиновым покрытием новомодным. И установлены детские игровые комплексы. В Кагалыме появились специальные площадки для выгула собак. Три специальные полигона, оборудованные снарядами для дрессировки, док-боксами с гигиеническими пакетами, предусмотренные освещение этих площадок. Теперь владельцы собак, которые ездят на выставки, участвуют в соревнованиях, могут тренировать питомцев на специальных снарядах. Раньше их приходилось сражать самостоятельно за городом или на дачных участках. Грейм меня сегодня удивил, потому что на этой площадке он впервые, и вот он освоил вот эту лесенку. Сам пошел туда за лячиком, спустился, правда, почти кубаем, но первая попытка получилась. А вообще мы команды сами дома, разве чего. Собак надо занимать не только физически, но и умственно, иначе они превращаются в маленьких монстров. Вообще здесь замечательно, что есть док-боксы и что они есть на всех таких площадках. Не надо с собой носить мешочки, ходить с ними. Все очень удобно. Хоккейный клуб «Югра» сегодня начинает очередную домашнюю серию игр. Всего на выходные, объявленные президентом России, у «Мамонтов» запланировано 4 встречи в Ханты-Мансийске. Сегодня, 1 ноября, «Югра» на своем льду принимает дизель из пензы. 3 ноября сибиряки скрестят плюшки с казанским «Барсом», а 5 и 7 ноября с ЦСКА ВВС «Ладой». Соответственно, из-за эпидопостановки игры решено проводить без зрителей. Батчи покажет телеканал «Югра». Отмечу в турнирной таблице ВХЛ, наша команда занимает 7 место, отставая от лидера турнира на 7 очков. Успех в домашней серии позволит югорчанам включиться в борьбу за лидерство.